для меня это вопрос вот без границ я читал такую книгу дети границы границы для взрослых и для детей там для всех вот и конечно ну наверное это самый простой метод взять на пытаться выстроить вот так я тебя накажу там по рукам по ногам по попе хотя некоторые психологи говорят попа специально предназначена для того чтобы на ней сидеть и по ней от времени от времени бить но это только некоторые другие говорят надо выстроить такой порядок взаимоотношений чтобы не приходилось применять вот вот такие методы насильственные да на самом деле это такой момент я согласен с ириной что когда ты наказываешь ты не можешь не выйти из себя некоторые говорят ты должен так в любви наполнится и так прямо хотя вы знаете библия говорит о том что все-таки бог не только не только вот такой любящий любящий он и гневающийся в том числе да не противоречит любви да ну гнев гнев есть у бога значит он есть у нас единственное у нас не всегда он праведный а такой просто вспыльчивый не в человеческой никак не позволить ребенку манипулировать собой никак в свете ваших свете ваших вот вашей не как психологии теологии и ваших высказывать ребенок будет пытаться манипулировать потому что это его природа он таким образом изучает мир изучает взаимоотношения он пытается все время выгадать что-нибудь для себя он пытается а ты идешь и не идешь на поводу это же в этом вещи которые мы готовы не замечать есть вещи которые мы закрываем глаза я считаю что вот в данном случае такая фраза которую я моя супруга любит и повторить постоянно она говорит если ты если я что-то тебе не говорю ты значит этого не замечаю еще раз если мы говорим о нас как о людях создания тебе если играть ну она детям если я все же тебе не говорю что они я думал что тебе потому что они думают что мы не замечаем а тут прокатило там прокатило не прокатило мы все знаем как бы потом в конце концов когда приходит момент называется истина я говорю смотри вот это ты делаешь делаешь это делаешь это делал от 1 откуда ты знаешь весь опять же взял эту фразу если мы ничего не говорим начать не замечаем в другом с другой стороны опять же границы выставлять нужно но вопрос будут ли они соблюдаться так или иначе скорее всего нет причем не будут соблюдаться именно с той стороны выставили нарушаться делать если нет то нужно корректировать границы потому что возможно они слишком тесные для ребенка еще раз говорю сегодняшнее поколение подростков нужно их поделить на вот ровно на две части прямо вот взять и поделить первая часть это примерно до 14 лет когда мы еще можем каким-то образом управлять воздействовать там заставлять так далее и после 14 когда они получают доступ к колоссальному количеству информации понятные для них естественно и они начинают просто резко взрослеть перед нами возникает личность которая мозгами будем так говорить уже взрослая а поведением своим еще ребенок и вот этот вот внутренний его конфликт вот такого подростка он может вызвать массу конфликтов между нами и ними потому что мы не можем их понять мы выросли на том что взросление она постепенная поэтапная такой период сикой нет этих периодов больше есть вот до есть после то есть это твоя книга теперь но это не моя книга есть после это все остальные распределяют по периодам а ты не есть только они очень быстро проходят то есть если раньше мы говорили что там подростковый пубертатный период длится там три года четыре года сегодня может длиться год из-за информации нет из-за того что люди быстро взросли дети быстро взросли ему не знаю почему но вот как бы мы два года изучали эту тему в психологии как бы и никто толком объяснить не может но все на этом соглашаются они взросли это умственно но но эмоционально очень многие инфантильные поведение у него ребенка а мозги взрослого человека это не сопоставляется у него не синхронизируется время созреть да совершенно это под я хочу здесь как такую такую вещь что я считаю что ребенок пока он находится под властью родителей скажем так пока родители его обеспечивают кормят и отвечают за него скажем они таки 17 лет он должен иметь границы что тут авиа сказал что граница до расширять я считаю что некоторые можно расширять а некоторые надо получать наказание да то есть наказание какие то есть например ребят чего-то лишить я считаю можно например да или от чего ты мод как какие-то вещи должны быть вот например очень часто мы спрашиваем откуда возникают конфликты между родителями детьми я думаю что возникают конфликты от того что родители путают очень часто свои скажем должности то есть вот например лет до какого-то возраста родители в основном опекун согласны да то есть да он друг немножко но он больше опекун он заботится о том а и если он начинает не вести свою опеку и после 12 лет после 14 лет вот такую то стырную опеку да то тогда начинаются конфликты на этой почве ребенок хочет самостоятельности и в этом случае границу нужно раздвигать родитель должен осознать что не все эти границы не работа рожден детьми он не только опекун вот но в любом случае если ради ребенок ты его кормишь поешь опекаешь отвечаешь за него то он должен знать вот сюда ему можно а дальше это уже наглость дальше это превышение своей вла ну как бы полномочий так далее тогда ты ему будешь знаешь ты ты хочешь вот так одеваться да я выделяю тебе скажем вот тебе 16 лет да я понимаете то этого ты с того чтобы есть мы с отцом все вместе поговорили выделяем тебе тысячу в месяц вот мы тебя одеваем дальше хочешь одеваться нет не проси граница иди зарабатывай то есть должно быть у человека должно созревание быть эмоциональное социальное умственное созревание ответственности все конфликты там где есть столкновение интересов личности в должности и так далее ребенок не хочет больше он хочет чтобы все время знаете как ректор и особенно отцы почему-то на горке то можно наблюдать играет вместе валяется то да то 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 всегда наступает момент когда ребенок начинает злоупотреблять этим он начинает наскакивать на отца пинаться слишком сильно в этот момент и может поставить границу да если отец не поставит обязательно кончается тем что отец психует отталкивает и мне больно это или ребенок плачет почему конфликт потому что он не перешел от должности друга в нужный момент в должность руководителя опекуна и так далее у родители не умеет расставлять границы и на каждой границе сказать я например с вами даже девчонка девчонки все сейчас в этот момент наша дружба кончается в комнату вошла надзирательница нашу тела все чтобы убрали вот я в комнату вошла учитель да вот так вот почему чтобы они переключили чтобы они поняли все мама другу так куда-то делась а появилась совершенно это да и тогда не понимали вот теперь с мамой друг можно было так 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 посмеяться здесь все пройдет а вот с мамой руководительницы порядка опекуном надо держать ухо вострова с можно получить наказание вот эти границы то есть мы пришли все-таки к границам мы пришли все-таки границам во благо да это же граница во благо для весь тонах пропитан границами граница все-таки есть а